В эфире Бьюти Тайм. Всем здравствуйте! В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Компорт, неброская сексуальность, сочетание красоты и интереса. Все то, что пришлось бы по вкусу Джейн Биркин или Софи Марсо. Бежевый оттенок вместо кипельно-белого – струящийся лаконичный силуэт. Хлопковая сетка, расшитая шелковыми цветами, слишком изыскана для хиппи, слишком независима для классической элегантности. Поддержать концепцию центрального образа невесты подружки могут, выбрав ту же ткань, но в других оттенках – сложных и благородных. Идею роскоши воплощает наряд невесты в духе ренессанса. Стилизованный лук представляет собой пышную юбку из органзы, обрамленную богатым кружевом с золотой кордовой нитью. Настроение эпохи передают также рельефные линии корсета, подчеркнутые золотистым шнуром. Подружки-невесты, как и подобает фрейлинам, тоже должны выглядеть шикарно, а потому могут выбрать подобное кружево – припыленного зеленого или розового с золотистым оттенков. Легкий воздушный образ сказочной принцессы для романтичных девушек. Богато декорированное платье с завышенной талией в серебристых тонах. Пышную юбку создают несколько слоев ткани – тонкий трикотаж, нежная сетка и невесомое кружево. В подобном наряде важна высокая концентрация блеска. Именно поэтому для декора бюстье дизайнерами были выбраны ослепительно-мерцающие элементы, как и положено прекрасной принцессе. Подчеркнуть утонченность воздушного образа невесты помогут платья подружек из легкой органзы с цветочным принтом, к примеру, в нежных оттенках голубого или кораллового. В каком-то смысле наряд невесты определяет концепцию всего свадебного торжества. А идей у современных дизайнеров не меньше, чем у современных невест. Тонкий европейский шик, ренессанс, образ сказочной принцессы – воплотить сегодня можно все, что угодно. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Когда-то ткани с рисунками разделяли на растительные, животные, графические, сюжетные и комбинированные. В современной моде экспериментов на эту тему столько, что дизайнеры не успевают давать им определения. Оптические эффекты создаются за счет последовательного повторения изображаемого объекта. Таким образом, этот принт одновременно является и сюжетным, и графическим. Отдельные элементы при определенном повторении могут складываться в абстракции. Таким образом, блуза или платье по-разному воспринимается издалека и при ближайшем рассмотрении. Традиционная полоска требует контрастного соседства. Три и более цветов в комплекте – это признак сегодняшней моды. Классические восточные орнаменты не выглядят слишком поэтнически, если представлены с однотонными предметами. Строгие и с юмором, простые и сложные, принтов существует столько, сколько характеров и эмоций. Ну, словом, все как в жизни. Тесура. Роскошь в тканях. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Сони Кривой 30. Трехдневный курс похудения без диет и тренировок. Три мощные аппаратные технологии для безупречной фигуры всего за 4,5 тысячи рублей в Медицинском центре наука красоты. 77 88 177. Вы смотрите Beauty Time в продолжении выпуска проект о красивых людях портреты. Сегодня героиня этого выпуска – молодая поэтесса и театральный деятель Катарина Султанова. У современной российской поэзии женское лицо Соломонова, Ахастахова, Вера Полоскова и Катарина Султанова, чье творчество неразрывно связано с театром на Таганке, проектом «Женщина с тысячами лиц» при участии известных актрис, а также творческими встречами с читателями. Мне очень нравится писать для театра. Первый такой мой опыт состоялся для театра на Таганке. Режиссер Влад Маленко меня пригласил, я писал все женские монологи для спектакля. Позже выходил спектакль по моим стихам «Касание». И сейчас мы готовим третий проект – это спектакль «Живые», который во многом состоит из стихов из моей второй книги, которая совсем недавно вышла. И мне очень приятно, потому что меня в этот проект пригласили не только в качестве автора стихов, но и как актрису. И мы с известными актерами, актрисами будем его играть. Нельзя пока мне разглашать только с кем. Это поэтический спектакль, он полностью состоит из моих стихов. Я просто какой-то имела в голове список любимых актрис, которых я очень уважаю, и мне бы очень хотелось, чтобы они это сделали. Мы разослали стихи, и это же не коммерческий проект. Здесь только личное приятие, да, то есть настолько тебе должно понравиться. И на самом деле практически никто мне не отказал, все поучаствовали. Ну вот, например, Лена Ксенофонтова, да, я там в 17 лет первый раз пришла в театр Армена Джигарханяна, пересмотрела практически все спектакли с ней. И так как я начала писать стихи в 20 лет, я даже и подумать не могла, что когда-то настанет тот день, когда эта прекрасная женщина, эта очень талантливая, очень мощная актриса будет читать мои стихи. И она знает их, кстати, много, и прозу, и выступает со мной на моих вечерах, и роликов много в интернете. Но мне кажется, это вот касается абсолютно любого человека, абсолютно любого действия. Вопрос желания. И это большое для меня счастье, и в моменты каких-то сомнений, которые у меня там бывали еще несколько лет назад, это очень прям придавало силу и уверенности, когда ты понимаешь, что люди, которых ты уважаешь, воспринимают тебя как настоящего поэта. Я устала жалеть, прозябать и стыдь, разгребать на блошином сердечный хлам, по ночам скулить, куда делась прыть. Я не плачу, что-то. Я просто мечтаю, мам, что однажды я скину побольше пут и начну жизнь с нуля. Это раскрепощает, да, это такая свобода. Я, во-первых, понимаю, что я могу сказать все, что угодно, все, что я хочу, любой текст, любую мысль. Я вижу, как люди открытые воспринимать. Поняла? Это как-то уводит фокус себя. Ты вдруг начинаешь понимать, что ты – это что-то такое очень важное, но только в совокупности с огромным количеством других вещей, людей, эмоций, моментов. И это здорово, когда ты можешь взаимодействовать вот на таком уровне. На самом деле люди так часто закрыты или стесняются. Все равно это же какие-то энергетические блоки у нас в организме, да, и в душе. И это все вычищается, проговаривается, потому что очень важно прожить все моменты. И мне кажется, вот с помощью моих текстов, ну, я во всяком случае в первую очередь, да, если это получается сделать для других людей, это чудесно, ты проживаешь, переживаешь и отпускаешь. А мы же склонны к тому, чтобы запрятать, закупорить, закрыть, забыть, а это же все равно фонит. И мне кажется, очень важно вот прям проживать моменты, дать себе свободу, чувствовать то, что ты действительно ощущаешь в данный момент. Как тебя накрывает его цунами, словно кончиком пальцев электричества подвели, как сначала искрит, а потом нули, как тоска безответная гонит на край земли тех, кто давно уже поселился там. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Метод деконструкции, широко применяемый в дизайне и архитектуре, это переосмысление структуры, формы, назначения и материалов. Дизайн одежды как область применения этого метода не стал исключением. Деконструктивизм пришел в моду в начале 80-х годов, как авангардное направление. Сегодня ломаные линии, асимметрии и странные фактуры живут не только на подиуме. Одной из ярких представительниц деконструктивного стиля в наши дни является Ксения Вурбаник, дизайнер из Хорватии, получившая мировую известность благодаря своим коллекциям с расширенным размерным рядом. Броски и аксессуары, драматичные краски и контрасты фактур – это одежда для смелых и ярких личностей. Привычные консервативные предметы одежды у настоящих модников не вызывают сильных эмоций. Обычно они выбирают заметные, провокационные, бросающие вызов решения. В наши дни, когда сделать фотографию и даже дизайн макета с помощью смартфона может любой школьник, в цене возрастает настоящая модная иллюстрация. О популярном жанре фэшн скейчинг и о том, как научиться рисовать, смотрите в репортаже Элины Ахмедшиной. Скейч или быстрый набросок в академической живописи использовался как эскиз будущей работы. В настоящее время скейчинг вырос в самостоятельное художественное направление. Среди самых распространенных видов выделяют фут-иллюстрацию, флористический, архитектурный, интерьерный, тревел или фэшн скейчинг. Узнать больше о скейчинге с приставкой модной мы отправились на одноименный курс Аллы Черепановой. Дизайнер одежды по образованию вот уже год она дает уроки по фэшн-иллюстрации в Челябинске. Фэшн-иллюстрация изначально была изобретена, чтобы иллюстрировать обложки, обложки модных журналов. Все-таки мы показываем красивую сторону, больше не столько реальную, как, допустим, заточена на академическом рисунке, сколько более выразительную какую-то сторону, эстетически привлекательную. То есть мы делаем немного идеализированное изображение. Бумага, маркеры, акварель и фломастеры. Вот весь арсенал для скейчинга. Все остальное – фантазия автора. Так как у нас творческая мастерская, здесь представлено множество дизайнеров, мы подумали, что будет также очень интересно научить девушек, дизайнеров, стилистов, начинающих, ну, просто даже творческих личностей, именно рисунку, именно изображать свои модели, то, что они хотят, то, что они придумали на бумаге. Это можно применить как в дизайне одежды, так и в более коммерческих направлениях. Допустим, это полиграфия, упаковка, печать на чехлах. То есть эти изображения можно использовать, в принципе, повсюду. После того, как мы научились делать построение фигуры, уверенно, потом мы можем переходить уже к легкому, быстрому наброску без построения. Рисунок можно выполнять как с натуры, так и с фотореференсу. Но самое очень нужное, наверное, то, что потом возьмут с собой ученицы, это умение передавать различные фактуры в рисунке, такие как мех, кожа, кружево. То есть уже создавая эскиз для клиента, можно будет вполне себе реалистично изобразить готовое изделие. Давайте я покажу, как изобразить меховую накидку. Несмотря на то, что мы учимся рисовать по одной схеме, рисунки у нас могут получаться достаточно разными, потому что у каждой из девушек есть свое предпочтение и свое видение красоты и того, как нужно изобразить ту или иную черту модели. Учитывая, что изображения форум, фигур в скетчинге условно и схематичны, в создании скетчей могут себя попробовать и новички. Но все же для достойного уровня придется посвятить этому занятию немало времени и сил. Студия маникюра и педикюра «Лаки» в самом центре города на Алом Поле. Профессиональная обработка и стильное покрытие. Мы работаем одноразовыми инструментами. Студия «Лаки», проспект Ленина, 65. Если нужно, поможем с парковкой. Дом эстетики и медицины «Формула». Все, что нужно для красоты, легкости и хорошего самочувствия. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. Студия красоты «Гуфа». Подготовим к работе и празднику за один час. «Гуфа». Работаем для вас достойно и доступно. Телефон 266-400. Вы смотрите «Бьюти Тайм». Красивые подробности красивых событий в формате «Ноу Коммент» в завершении выпуска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Еще больше сюжетов, новости и анонсы модных событий на сайте БТ-31 ТВ и на наших страницах в соцсетях. Ищите нас в Инстаграм, Фейсбуке и ВКонтакте по хэштегу «Бьюти Тайм» нижнее подчеркивание ТВ. А на этом выпуск завершен. До встречи. Стилисты проекта. Модный дом «Я». Имидж-студия Елены Ивановой.